Барабанная пресета Инструментальный REC позволяет выделить 8 макроконтроллеров для управления самыми важными параметрами инструментов REC В нашем случае это инструмент Simpler, использующий сэмплы драм-машины TR-808 Если вы хотите отрегулировать звучание пресета, вы можете использовать 8 энкодеров, расположенных над дисплеем Энкодеры будут управлять параметрами, назначенными на макроконтроллеру пресета, соответствующего активному звуку REC Вы можете изменять параметры различных звуков барабанного пресета, нажимая соответствующий пэд и затем регулируя параметры, такие как, например, питч или огибающие С помощью кнопок курсора вы можете переключаться на другие дорожки На этой дорожке у меня также имеется барабанный пресет, однако сэмплы здесь загружены напрямую, без использования инструмента Simpler В этом случае, если вы захотите получить доступ к параметрам инструмента Simpler, например, на этом звуке рабочего барабана Нужно активировать Simpler нажатием соответствующей кнопки над экраном Теперь у вас есть доступ ко всем параметрам инструмента Simpler Если вы хотите изменить тип фильтра, активируйте страницу фильтра нажатием кнопки После настройки звучания фильтра я могу вернуться к странице глобальных настроек Чтобы отрегулировать громкость Нажатие кнопки Main активирует страницу основных настроек сэмпла В случае, если вы хотите вернуться к общим настройкам барабанового пресета, нажмите кнопку Snare вверху Используя кнопки курсора, я могу вернуться к первой дорожке Для того, чтобы добавить эффекты, вы можете нажать кнопку Add Device Затем выберите секцию аудиоэффектов В моем случае я хочу добавить эффект Distortion Для этого я буду использовать плагин Dynamic Tube Первый пресет в списке позволяет загрузить устройство с настройками по умолчанию Для выбора пресета поворачивайте соответствующий энкодер Затем нажмите кнопку Load Плагин Dynamic Tube будет загружен после барабанного рэка Так что он будет обрабатывать общее звучание созданного мной лупа Теперь 8 энкодеров над экраном Push будут управлять параметрами загруженного эффекта Если вы хотите добавить больше эффектов, снова нажмите кнопку Add Device Из этим выберите нужный плагин Теперь стереосигнал слегка панорамируется в пространстве Вы можете добавлять в цепь любое количество виртуальных аудио устройств Если вы хотите временно отключить плагин, удерживая кнопку Mute, нажмите кнопку с названием плагина над экраном Если вы хотите добавить эффект для отдельного звука в барабанном пресете Нажмите соответствующий звуку Pet Затем нажмите на кнопку с названием звука и, наконец, нажмите кнопку Add Device Выберите необходимый плагин В моем случае я загрузил эффект реверберации для обработки клэпа Теперь я могу отрегулировать параметры эффекта А затем нажатием первой кнопки над экраном я могу вернуться к общим настройкам барабанного рэка Наконец рассмотрим процесс записи автоматизации Автоматизация — это отличный способ записать динамические изменения параметров выбранного плагина Например, добавим эффект реверберации Который будет обрабатывать общее звучание барабанного лупа Я собираюсь записать изменения параметра DryWet Прежде чем начать запись, убедитесь, что индикатор кнопки автоматизации подсвечен красным светом Затем нажмите кнопку Запись Поворачивайте энкодер для записи автоматизации После того, как вы автоматизируете отдельный параметр На экране Push вы увидите небольшой квадратик напротив индикатора этого параметра Также вы можете видеть изменения параметра на экране Если вы хотите удалить записанную автоматизацию, удерживая кнопку Delete, прикоснитесь к соответствующему энкодеру Если вы хотите отключить автоматизацию, не удаляя ее, просто поверните энкодер Если вы хотите снова запустить записанную автоматизацию, удерживая кнопку Shift, нажмите Automate Продолжение следует...